Привет, YouTube! Вы на канале Regular Unboxing, и сегодня мы поговорим про смартфон Mi A3. Каждый раз, когда я говорю Mi A3, мне почему-то хочется добавить Mi A3 Lite, и, возможно, где-то даже в видео я допущу эту ошибку, поэтому заранее извините. Данный смартфон ждали очень многие, но в итоге, как мне кажется, он оказался не нужен вообще никому, потому что я смотрю продажи на Алиэкспресс во многих популярных магазинах, и, честно скажу, мне становится грустно, потому что этот смартфон никто не хочет покупать. Но почему же никто не хочет покупать этот смартфон? Всех отпугивает одна единственная характеристика, которая по-настоящему отпугивает. Если бы отпугивало NFC, то, знаете, у Redmi Note 7 не было бы таких невероятных продаж. На самом деле в этом смартфоне всех отпугивает исключительно разрешение экрана. 1560 на 720 пикселей. Это просто ужасно. И данный обзор я хочу начать как раз с экрана. Здесь используется AMOLED-экран с диагональю 6,088 дюйма. Очень низким разрешением. И экран имеет встроенный сканер отпечатка пальцев, о котором мы поговорим немного далее в видео. Соотношение сторон 19,5 к 9. Отличная, как мне показалось, яркость и отличное поведение на солнце. Специально для этого видео я пошел в парк днем. Там даже людей в это время не было, потому что очень жарко, очень палящее солнце. И я специально записал вот этот вот небольшой отрывок видео просто для того, чтобы продемонстрировать вам, как экран себя ведет на солнце. Поставьте за это, пожалуйста, лайк и нажмите на подписочку. Ну, конечно, если вам не сложно. Но действительно ли тут все так плохо с разрешением экрана? У меня близорукость. Я вблизи вижу просто превосходно. Вдали, конечно, есть проблемы. Но вблизи просто супер. И когда вы пользуетесь смартфоном, ну, вот, грубо говоря, вот вы читаете, да, что-то в ленте, допустим, смотрите какие-то смешные видосики, смешные картиночки, то пикселей вы никаких не видите. Но когда вы ночью, допустим, перед сном что-то хотите прочитать, какие-то уведомления, то вот это вот начинается вот такое вот втыкание в телефон с такого расстояния на минимальной яркости. И в таком случае вы просто превосходно видите каждый пиксель по отдельности. Это просто, честно вам скажу, отвратительно. Конечно, тут все достаточно индивидуально. Но вот, допустим, мне вот на таком уже расстоянии от экрана, сейчас я даже вот буду смотреть на какой-нибудь конкретный пиксель, когда оно превратится в одну сплошную. Вот, все. Уже, уже кашка сплошная. То есть, ну, уже не видно пикселей. Заплывший жиром батя в трениках. Слепаков умышленно уродует себя ради гея-любви. И чудесные новости мне предлагает Google. Ну, ладно. С другой стороны, экран может похвастаться отличным поведением на солнце, плюс превосходными углами обзора. То есть, этого не отнять. Но лично я AMOLED матрицы не люблю. Они мне не нравятся. У меня от них устают глаза. Именно поэтому я поменял Galaxy Note 9 на iPhone XR. И в ближайшее время, скорее всего, апгрейд делать не буду, потому что я очень много провожу времени, втыкая в экран телефона. И реально от AMOLED у меня глаза устают. Но, опять же, это достаточно индивидуально. С основным минусом данного смартфона мы разобрались. И теперь я вам просто хочу рассказать про свои впечатления от этого устройства в целом. Смартфоном Mi A3 я пользовался в течение трех дней. Я играл в игры, я слушал музыку, я смотрел YouTube. Я читал потешные новости в ленте. Я не могу сказать, что это был мой второй смартфон, но я старался вот такие задачи, которые не связаны с работой, скажем так, развлечения, использовал конкретно этот смартфон. Итак, мы смотрим сейчас видео на YouTube. Давайте поговорим про просмотр видео на YouTube. Из минусов. Естественно, контент в Full HD на этом смартфоне в стандартном проигрывателе YouTube недоступен. Максимум 720p. То есть, HD видео. Лично для меня при диагонали в 6 дюймов качество контента в HD вполне достаточно. По поводу работы динамика. Здесь монодинамик. Если вы слушаете музыку, либо смотрите видео с YouTube, то тут используется только один динамик. Динамик тут достаточно громкий, качество звука вполне приемлемое. Даже на максимальной громкости он не репит и не скрипит, и мне кажется, это огромный плюс. Следующее, что мне в этом смартфоне очень сильно понравилось, это, конечно же, камера. 48 мегапикселей здесь основная камера. Дополнительная камера на 8 мегапикселей. Это камера широкоугольная. Также 2 мегапиксельная камера для создания режима Bokeh. Также тут достаточно неплохая селфи-камера на 32 мегапикселя, которая, в принципе, позволит вам сделать достаточно неплохие селфи, а также снимает достаточно неплохое видео. Так как это у нас видеообзор, то мне кажется, что необходимо показать именно качество видеосъемки на данную камеру. Я произвел некоторый тест. Единственное, что давайте прямо сейчас я сделаю небольшое видео на селфи-камеру. Максимум здесь Full HD 30 кадров в секунду. И цифровую стабилизацию мы отключаем. Видеосъемка мы запустили. Так, ну что, я вроде как снимаю, вроде как я смотрю непосредственно в селфи-камеру. На данный момент, как вы можете увидеть, телефон находится у меня в руках. Это пример видеосъемки с селфи-камеры смартфона Mi A3. Значит, как видео, так и фото камеры снимают достаточно неплохо. Но на фото части я особо акцент не делал, потому что фотографии вы сейчас будете смотреть в видеоролике, смысла нет. Я буквально сделал одну фотографию сравнения, потому что я хотел проверить эти самые 48 мегапикселей. Одну фотографию я сделал на смартфон Mi A3, а вторую я сделал на iPhone XR. Как вы можете видеть, при сильном увеличении явно выигрывает. Кто выигрывает? Это, естественно, Mi A3. Если же говорить про фотографию в целом, то, конечно, фотография мне больше понравилась с iPhone XR, потому что она более живая, более естественная вышла. Потому что я своими глазами видел всю эту картинку, и я вам честно скажу, что iPhone намного лучше передал это изображение. Хотя многие, вот если сейчас посмотрят на видео эти два кадра, скажут, что iPhone сильно накрутил яркость. Нет, на самом деле небо было настолько чудесное и синее. По поводу видеосъемки. В смартфоне отсутствует оптическая стабилизация, и многие скажут, что это минус. Да, действительно, если вы снимаете с рук, и у вас руки очень сильно трясутся, тогда, да, изображение, возможно, будет слишком смытое. Пример видеосъемки в движении, так сказать, без цифровой стабилизации. Пример видеосъемки в движении, так сказать, без цифровой стабилизации. Пример видеосъемки в движении, так сказать, без цифровой стабилизации. Мне почему-то кажется, что изображение слегка трясется. А если вы будете использовать внешний стедикам, то изображение получится просто отличное, как опять же для 200 долларов. На данный момент съемка идет на видеостабилизатор. Это, кстати, один из плюсов смартфонов без оптической стабилизации. В этих смартфонах намного лучше можно использовать внешние стабилизаторы. Стедикамы, как их называют. Потому что бывает, когда плавает и линза, плюс еще пытается что-то сделать стабилизатор. В итоге получается, ну, скажем так, каша. А здесь, по большому счету, за счет внешней стабилизации, картинка получается достаточно, как вы можете увидеть, неплохой. За счет использования в этом смартфоне процессора Snapdragon 665 в камере появляются достаточно интересные функции, связанные с искусственным интеллектом. Это продвинутые режимы боке, достаточно продвинутые встроенные софт-камеры, которые могут определять предметы и, грубо говоря, подстраивать настройки камеры под условия съемки. В принципе, мне это все очень сильно понравилось. Но самое главное, что на этот смартфон вы без каких-либо проблем можете установить Google камеру, которую все так любят и которая так всем нравится. Чуть ранее я упомянул про процессор, то давайте поговорим про производительность в этом смартфоне. Для чего сейчас в смартфонах нужны мощные процессоры? Для того, чтобы вы могли переключать между Telegram и Viber, смотреть новости и чтобы менюшечки в сети не лагали. С данным набором функций смартфон справляется просто отлично. Приложения открываются плавно, это заслуга не только процессора, но и Android One. Все работает реально очень классно на этом устройстве. Значит, отсутствуют тяжелые какие-либо оболочки, все очень простенько, легенько и комфортно, если там правильное слово к интерфейсу, к использованию интерфейса. В PUBG, в Asphalt 9 смартфон показывает отличные результаты. Также в танках очень доставил играть, потому что производительность FPS не падает даже на максимальных настройках. Но это скорее всего за счет того, что здесь используется экран с маленьким разрешением, поэтому и танки запускаются на маленьком разрешении. Соответственно, смартфон не так сильно нагружается и, к слову, не так сильно нагревается. Закончим мы данное, так сказать, обсуждение оболочкой Android One. Если мы привыкли к другим оболочкам, то тут возникают некоторые моменты. Например, если я хочу выдвинуть шторку, то мне нужно два раза провести по экрану, потому что одного не хватает. Либо нужно тянуть шторку сразу двумя пальцами, естественно, одной рукой это сделать некомфортно. Также у меня возникли некоторые проблемы с открытием полного списка приложений, потому что обычно, когда я тяну пальцем один раз по экрану, у меня не получалось сразу открыть это меню. Нужно проводить до определенного момента и тогда открывается список приложений. Это тоже слегка было непривычно, но на данный момент у меня практически уже 100% начало получаться. Нужно такой жест прям размашистый делать и тогда все открывается просто идеально. Самое прекрасное, что за то время, пока у меня был смартфон, у меня вышло одно обновление, когда я только получил телефон, я скачал из тех, что были. И буквально вот, по-моему, два дня назад вышло или три дня назад вышло еще одно обновление. То есть Google будет постоянно выпускать обновления, что самое классное. Данный смартфон будет точно железно обновляться два года. То есть, возможно, он даже увидит какой-то там 11 Android или типа того. Сканер отпечатков пальцев. Как вы можете увидеть, сканер срабатывает здесь не очень быстро, либо не так быстро, как хотелось бы. И я вижу, что многие в обзорах сравнивают. То есть, они берут смартфон с сканером сзади телефона и вот так вот прямо сканируют. Конечно же, сканер, который физически, который находится либо на кнопке включения, либо на задней части смартфона, срабатывает быстрее. Но тут, смотрите, есть разные сценарии, когда вы пытаетесь разблокировать телефон. У меня, допустим, есть в использовании Note 9, Galaxy Note 9. Там сканер находится на задней стенке. Когда вы хотите разблокировать смартфон, вы видите, вам пришло какое-то уведомление. Смартфон у вас вот лежит на столе. Вы берете телефон, поднимаете его, нажимаете на сканер. Происходит разблокировка и вы читаете уведомление. Здесь же, грубо говоря, вам не нужно вот прям поднимать телефон. Вы прям можете просто взять, нажать прямо на телефоне на этот сканер и вот так вот слегка посмотреть. В некоторых случаях подобный сканер, он по скорости, конечно же, выигрывает, чем классический сканер, который находится на задней спинке смартфона. Но в любом случае, здесь также есть Face ID, который достаточно быстро поможет вам разблокировать ваш смартфон. То есть, ну, либо та функция, либо это, обе работают достаточно неплохо. Итак, кому же подойдет данный телефон? Лично я считаю, что данный телефон идеально подойдет тем людям, которые хотят себе приобрести бюджетный смартфон с отличной камерой. К тому же, этот телефон поддерживает карты памяти, поэтому фотографируйте, сколько влезет, можно так сказать. А второй его плюс заключается в том, что здесь Android One, который будет обновляться и который не имеет, скажем так, никаких нагромождений интерфейса. С этим телефоном очень легко разобраться. С другой же стороны, вам никто не запретит устанавливать какие-либо сторонние оболочки, либо устанавливать патчи, которые местами частично меняют интерфейс, либо функционал. То есть, с этим проблем тоже, по большому счету, не возникнет. Отличная камера, отличная производительность в плане повседневного использования, хорошая автономность. Ну и, в принципе, этот смартфон уже стоит купить. Единственное, что все-таки мне кажется, что стоит подождать, когда цена на него немного упадет. Потому что на данный момент Redmi Note 7 все-таки продается значительно дешевле. Хотя, мне кажется, что честно будет, если Mi A3 будет стоить ровно столько же, сколько и Redmi Note 7. Потому что, ну, тут такой достаточно интересный выбор получается. И маленькая рекомендация, если вы планируете покупать данный смартфон. В комплекте есть силиконовый чехол. Так вот, им, этим маленьким засранцам, ни в коем случае нельзя пользоваться. По той причине, что камера здесь выпирает из этого чехла. То есть, грубо говоря, на какую-то долю миллиметра камера выпирает. Если вы просто по привычке, ну, чехол-то защищает телефон, телефон в безопасность. Если вы кинете так слегка, даже не кинете, а просто так слегка, грубо говоря, уроните телефон на стол. То вот эта прекрасная камера, которая делает этот смартфон очень-очень интересным, может разбиться. И также данный чехол не сильно защищает смартфон с лицевой частью. Поэтому я бы вам рекомендовал, если вы пользуетесь чехлами, то поменять его. Вы были на канале Regular Unboxing. Если вам понравилось данное видео, то не забывайте подписаться на канал и нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новые видеообзоры, которые будут немного потом. Всем хорошего настроения и удачных покупок. Всем пока!